Что делаешь? Кажется знаю. Да, заделал вот эти продухи, чтобы закончить отделку и утепление. Чтобы утеплитель туда не вываливался, не выдувало, ну в общем надо доводить до логического завершения. Проемы между балками, да? У меня куча осталась вот этих вот обрезков от пятидесятки, от доски. Вот эти? Да. Я их частично изведу сюда, на эти стены. Ну то есть вот такие. А что-то пустим на какие-то ступеньки, скамеечки, стремяночки такие самодельного плана садово-огородного назначения. Да не пропадет никакой обрезок. Девиз. Останутся такие сантиметров по пять для растопки, для мангала, там еще для какой-то ерунды. У меня есть электронная валетка. Так, пятьдесят восемь, два. Вот с этой повезло, торцевать почти не надо было. Чуть-чуть краешек шкрябнул, выровнял и все. Не хочешь? Сейчас будем убеждать. Хочешь? Уговорил? Уговорил. Там поди, вкручивать не надо. Одно слово, Карлсон. Держится даже без саморезов. Саморезы будут так зафиксировать на случай, когда доска рассохнется, усохнется, чтобы она не выпала оттуда. Будем ее немножко фиксировать. И так вот ты каждый проемчик так вот, да? Подрезаешь? Да, нормально, потому что эти балочки чуть-чуть поведенные, не получается прям так, чтобы все одного размера были. Поэтому дежурная кувалла всегда здесь. И изменяем рулеточкой. Электронике можно доверять? Получается можно. Среднюю по больнице. Ну вот 57,8. Что-то мне не нравится кривая. Какая кривая. Хорошо летом работать. Вышел на улицу, вытащил инструменты. Никаких забот. Удачно тортанул. Сейчас только заколотить и все. Тебе прям везет. Да? Да, конечно. Ну вот, как-то так. Да, конечно, сюда очень важно зашить. Вот эти вот, ну, поставить эти заглушки, потому что туда залетает постоянно то дождь, то снег, как это ни странно. Заносит как-то так потоки, видимо. Поэтому придется все это заканчивать. Вот они, прелести жизни на своей земле. На обед решили поджарить мясца. Надо заранее растопить мангальчик, потому что уголь не используем. Используем бесплатные дрова. Ну и платную разжигу, оставшуюся от прошлой жизни. Нашли бутылек жидкости для разжига. Ну, решили ей воспользоваться. Ну, что там? Гори-гори ясно. Ну, вроде загорелось. Все. Сейчас это дело разгорится-прогорит. Займет, наверное, минут 40. А мы за это время поработаем, что-нибудь еще успеем сделать. А еще, друзья, во многом благодаря вашей поддержке, я имею в виду тех, кто приобретал у нас Иван-чай в этом году, у нас наконец-то появился вот такой вот белый ящик. Это бойлер косвенного нагрева. Поясню для тех, кто не в курсе. До этого мы грели воду с помощью электрического бойлера, что было нам финансово довольно-таки накладно. И мы мечтали перевести горячую воду, получение горячей воды на газовый котел с помощью бойлера косвенного нагрева. И в этом году у нас эта мечта осуществилась. Это S-Tank фирма, белорусский, эмалированный внутри, то есть не нержавейка, бюджетный, скажем так, вариант из существующих 200 литров. Я думаю, на нужды нашей семьи этого хватит. Тяжеленький, 65 килограммов. Один я его не утащу, пожалуй, позову Илью на помощь. Давай. Раз-два взяли, как говорится. Взял? Поехали. Для начала перетащим его просто на веранду поставим, распакуем, посмотрим. У нас есть две недели на проверку, заказывали на Озоне. И там будет видно. Если все хорошо, то будем его подключать. Так, ставим. Ну, вот как-то так. Бойлер на месте. Теперь будем копить денежку на все остальные комплектующие и на монтаж. Самостоятельно обвязывать его я что-то не возьмусь, если честно. Пусть это сделают профессионалы, которые нам подключали котел. Поломали кузницу. Поломали кузницу. А все для чего? Хотим сделать оконные проемы. У нас запланировано на этой стене два окна. На всякий случай. Потому что кузница, она не всегда кузница. Иногда это слесарка. Иногда просто нужен дневной свет, чтобы работать в мастерской. Поэтому в ней будет три окна. Два окна будут выходить почти на север. А одно окно будет выходить почти на юг. Потому что кузница немножко не сориентирована по сторонам света. Вот. То есть оттуда будет свет днем. А здесь будет такой вечерний. Ну, я имею ввиду солнечный свет. В принципе, он нам здесь не нужен особо. Главное, чтобы он просто был. Я уже разметил. Пока ОСП-шина стояла на стене, изнутри разметил. Все размерчики нанес. Сейчас нам предстоит вынуть оконный проем. Делать я это буду с помощью лобзика. Для начала нам надо просверлить отверстие. Сверло, наверное, на 10 подойдет. Как плохо, когда у человека нет какой-нибудь полочки. Я сверел. Чтобы найти десятку, коротышку мою любимую. Для таких работ, которые я использую. Пришлось все вывернуть наизнанку. Метчики, сверла, центровки. Ключи какие-то. Надо все это каталогизировать будет. Для этого, в общем-то, и строили мастерскую. Чтобы все было на своих местах. А не та, где по всяким баночкам. Да. Или просто самец. Да, какая-то перестроечная баночка кофе. Так, сверло нашел. Теперь надо найти шуруповерт. Он на улице. В принципе, он 13-е сверло держит. Но мне 13-е сейчас не надо. Десятки, думаю, достаточно. Чтобы влезла пилка от лобзика. Военные вертолеты иногда кружат. Наверное, учения какие-то. Есть контакт. Взлет. Снимаем. Бодренько сверлит. Все. Теперь пильба. Так, чтобы нам там что-нибудь не отпилить, сразу сориентировать ее между стоечек. Вот и все. Так. Сейчас останется поставить на место эту ОСП-шку и не поломать вот эту перемычку. Такс, такс, такс. Вообще вот ее ОСП-шку лучше таскать либо босиком, босыми руками, либо в резиновых перчатках. Вот тряпчатые они как-то не очень для этого тела. Твои? Да. Почти подходят. Такс, мне надо шурик поставить так, чтобы все было удобно и под рукой. У нас вся ОСП немножко отстоит от фундамента, вот ровно на толщину листа. Поэтому я прикрутил такую полочку, на которую мы поставим, внедрим. У нас все отверстия по саморезам должны совпасть в идеале. Все, сейчас в обратном порядке все это прикручиваем. Удь, ушел в землю. Рыхленько. Вот есть на свете правши, есть левши. А есть амбидекстры. Можете посмотреть в гугле или в яндексе, кому как удобнее. Кто такой амбидекстр? Ну что, одно окошко у нас готово. Пора взяться за второе. Не хочет, ветром придувает так хорошо, что не вытаскивается. Ой-ой-ой, сейчас меня унесет ветром. Ничего страшного. Все, значит у меня контуру здесь обозначены основные. Сейчас это дело мы немножечко явственнее сделаем. все наши обозначения, разметки, чтобы были видны. И следующий этап. Привет, соседи. Все. Ну, этапы те же. Сверление и лобзик. Так, друзья мои, закончили очередное окошко выпиливать. Сейчас надо ее транспортировать на место, эту штуковину. Встаем по ветру и поехали. Нормально, ветер попутный. Так, чуть-чуть разогнать ее, чтобы щели на расширение были. Ветер прямо ее вжимает туда, просто даже держать не надо было. Сама стоит. Сама стоит. Так, ну что, надо пользоваться случаем и крутить ее. Прижата четко вообще. Подфартило. Взял в помощники ветер. Такс. Если раньше она у меня была немножко наживлена на несколько саморезов, то сейчас я ее креплю уже по-настоящему, как она здесь будет стоять на постоянку. Не знаю, какой тут шаг должен быть у саморезов, но я кручусь примерно сантиметров через двадцать. Чисто интуитивно так вычислено, чтобы не было вот этих вот бугорков, горочек. Здесь, однако, не хватает. Ну и так стараюсь симметрично, чтобы они были вот парочкой рядышком. Тридцать пятый саморез идет в ход. Так, вот еще парочка саморезов бесхозных. Прокладочка нам больше не нужна. Ну посмотрите, совсем другое дело стало. Хоть какой-то свет начал пробиваться сюда. Иначе здесь без фонаря работать было невозможно. То есть приходилось либо открывать дверь, которая закрывается все время от ветра, либо включать фонарь постоянно, даже днем. Фонарь, насколько я помню, мешает, да? Да, в сварке, в частности, он мешает, от него схлопывается щиток. Видать, он там мерцает как-то невидимо глазу, а щиток воспринимает это как искру и схлопывается. Сейчас можно пользоваться дневным светом, еще будет третье окошко с той стороны и будет совсем хорошо. Как времянку мы, скорее всего, пока не изготовлены сюда пластиковые окна, заделаем это дело поликарбонатом. У нас там есть обрезки от теплицы, от козырьков каких-то. Заделаем поликарбонатом. Ну, по крайней мере, здесь будет светло, сюда не будет задувать ветер, дождь, снег. И здесь можно будет спокойно и комфортно работать. Ну что, хорошо поработали. Самое время будет сейчас хорошо пообедать. Иногда любим баловаться, когда свое мясо еще не наросло, а прошлогоднее уже съедено, можно иногда побаловаться крылышками из магазина. Вот взяли крылышки, ваджички немножко их замариновали. И теперь на мангале обжариваем. Поджаристые крылышки, салатик с огурцами и помидорами. Что еще нужно для счастья? Вон как шкварчат, с корочкой, румяной, хрустящей. Красота! Собакин. Собакина радость. Не знает, к кому бежать. Ну-ка, скажи, голос. 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 Она интеллигентная. Голос. 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 Ну, такая минимальная дрессировка. Голос. Чтобы форма была. Да. Чтобы не зря Киреешки ела. Голос. Голос. Хочу рассказать про невероятное везение. Поехали мы на пилораму набрать немножко опилок. Нам нужно было утеплить кузницу. Ну, в частности, решить места под оконными проемами. Поехали. Думали, ну возьмем мешков 6, засыпем. Подъезжаем, спрашиваем, сколько стоит. Говорит, да берите так. Мы взяли 6 мешков. Говорят, а можно еще приехать? Приезжайте. Мы приехали. Дина Михайловна сказала, что она взяла 12 мешков Но по факту в машине оказалось 17 пустых мешков Ну, с пустыми мешками уезжать вообще никак нельзя было Некрасиво как-то Некрасиво, да Набили все 17 и загрузили их в наш Румстер Посмотрите, наша машинка И она их довезла И я хочу строить еще вот Даже место есть Под пару мешков точно есть место То есть 19-20 мешков А если как-то там в пятнашки поиграть То, я думаю, 20-22 мешка, наверное, в нее можно запихать Ну, надо сказать, что были вытащены задние сидения Сиделки мы вытащили, благо Они достаются за одну минуту И пустующее место заполонили мешками 17 мешков вошло просто легко Разве могли думать немцы Что так машина будет использоваться? Да, по России будет вот машина так использоваться Наверное, не могли Сейчас будем выгружать и перетаскивать это все в кузницу Под крышу, потому что, возможно, будет дождь То есть нам теперь хватит не только на утепление Под оконные вот эти вот Проемы Места проема, да Но и, как мы посчитали, примерно на четверть вообще всей кузницы Ну, может, целую стену заполним, да Может, даже целую стену можно будет заполнить Чего я, наверное, сразу в тачку буду кидать? Конечно Сразу в тачку Опилки, хочу сказать, легкие Опилки высший сорт Сухие Чистенькие Без примесей, без коры Без того, вообще ничего Сосна, сосна, елка Хвойные, короче, опилки Ехали в машине острый запах хвойных опилок Так приятно Запах бодрящий такой А вот на ту тачку, занятую камушком, входило 6 мешков Здесь я поместил только 4 Че тут это за... Это я полола Самая надежная замковая система Труба От забора Смотрите, какой стал Кукольный домик прям Кузинка стала прям с окошечками, с двумя глазками Такая милая Завтра планируем застеклить окна поликарбонатом Потому что ожидается дождь Чтобы нас сюда не закидывало ветром дождь Надо будет это дело застеклить И здесь будет так сухо, тепло и уютно Надеюсь, с утра успеем Дождь вроде ожидается Дождь вроде как назначен на 12 Поэтому с утра мы выскочим, выпрыгнем И сделаем поликарбонатом У Ксении название всех цветов красотка Почти как у меня Да, красотка А как называется, не помню А как называется, не спрашивай По поводу незнания названия Это Дмитрий давно смеется Над моей садовой деятельностью Не так давно Соседка по деревне в сообществе написала Поделюсь медуницей И еще одно растение Которое я сейчас не могу вспомнить Потому что медуницу я знаю хорошо Еще по Сибири А тут она такая необычная С пятнышками, очень красивая Медуница у меня вроде все присадилась Приросла, вроде такая бодренькая стоит А вот это растение Я потом посмотрю Оно очень красивое Пышные цветы Листья большие такие красивые Мальчишки смеялись Это что за новый сорт борщевика что ли Очень красивые листья Вот такие, вороночкой прям, видите Вот, она, этот цветочек Цветет весной очень хорошо Но он любит тень И влажные места Так же, как и медуница Здесь как бы очень затененное местечко Здесь бывает цвет только весной Ой, только утром, да Цветет весной И вот я надеюсь, что листьями сейчас растение жертвует В пользу корневой Чтобы корневая не погибла А Дмитрий Николаевич смеется надо мной Что это еще садоводка Ну да, он прав Вот эти цветочки меня, конечно, маловато радуют Потому что стояли очень холодные дни Очень холодные ночи До 5-6 градусов было по ночам Естественно, растение адекватно не развивается Посмотрим, что будет Надежды, конечно, не сильно много Но все равно будем надеяться Тем временем гора мешков тает Дмитрий Николаевич неустатно их Заносят в кузницу Трудяшка Кузница потихонечку превращается в склад Склад утеплителя Ну это временное явление Это да, ненадолго все В целом картофельные деревья стоят Вполне себе такие бодрые, могучие Им вполне хватает вот места Видите, они такие ветвистые, огромные, развиваются Но все равно сказалось на них На картошке фитофтора Вернее, сказались холодные дождливые дни Очень холодные, очень дождливые И, судя по всему, вот Какие-то приболели Ну, что делать? Зона рискованного земледелия Несмотря ни на что она цветет И стоит бодрячком Ну, хоть флоксы меня радуют Необыкновенно красиво Скоро зацветут такие вот Розовые Нежно-розовые Потихонечку Все преображается Отдыхает? Если меня кто-либо спросит Какая машина лучше всего в деревне? Отвечу Только универсал И ничего более Удобства Сами видите, какие Просторы Грузоподъемность Красота А у нас происходит остекление Нашей кузницы Точнее сказать О поликарбоначивании Здесь, конечно, свет Не так, чтобы прям яркий Ну, сейчас еще и прихмурилась Немножко Но достаточно Поступает В принципе В кузнице все видно И это хорошо Зато теперь сюда не будет попадать Ни дождь Ни ветер Одного хватит Я думаю, мы потом сделаем что-то типа нащельников Пока нет денег на окна Ограничимся Такими Ну и как Ваши впечатления? Впечатления самые положительные Такое Тонированное стеклышко Сдержанный такой свет Проникает Главное, что не дует Дождь брызгать не будет Дверку закрыл И вполне себе уютно Можно что-то здесь Творить Или вытворять Вполне Такое рассеянное освещение Да Мне нравится А пилочки наши Точно не намокнут От дождя Даже если он будет с ветром Хлестать в стену Бесполезно Не намокнут Считай, успели Да Успели У нас На ближайшие дни Два важных дела Ну, какой-то у нас будет Все-таки в приоритете То ли нам прикупить Пеноплекс Чтобы утеплить фундаменты И как бы немножко завершить Земляными работами То ли прикупить ЦСП Цементно-стружечную плиту Которой будет отделана Вся внутренняя часть Нашей кузницы Ну, кроме потолка Пожалуй Потому что на потолок Ее тяжеловато Будет нам запихивать Но стены Это будет ЦСП Во-первых Удара И огнестойкий материал В отличие от ОСП Например И несущая способность У него получше Получше, да Повыше будет Ну, а на потолок Наверное, ОСП Ну, обработаем чем-нибудь Сделаем какой-нибудь Отбойничек Экран От тепла Поднимающегося От горна Вентиляцию И, в общем Будем пока Довольствоваться Вот этим Тем, что есть Как говорится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА